Привет! Хочу поделиться своими ощущениями после того, как я прожил на острове Бали уже почти год. Я помню, как я, аж мурашки по коже идут, точно так же сидя на кровати, снимал ролик на четвертый день своего пребывания. Я тогда приехал из Куты в Убуд, это еще было ковидное время. 11-го числа у меня было приземление, если не ошибаюсь, или 12-го, и где-то 15-го, 16-го я уже был в Убуде. Ну просто представьте себе, вот реально говорю, мурашки идут по коже. Я ходил по улицам Убуда, там сейчас эти огромные пробки, пешком, как по Арбату. Меня еще помню, встретил первый русский, и я еще байк не снял, и он такой пешком, как это, пешком. И он пошел со мной до моего геста пешком, и он ходил, смотрел, вау, здесь что, храм, мост, ущелье, как красиво, потому что человек ни разу просто пешком не гулял. Хотя были все возможности по сравнению с тем, что происходит сейчас. Я помню, как я хотел уехать на Бали, как я строил свое ощущение, что будет на острове, по инстаграму других блогеров, по ютубу, по роликам, которые я смотрел. И, наверное, первый момент, который я хочу вам сейчас донести, о том, что вы никогда не построите свое ощущение и образ острова, пока вы на нем не побываете самостоятельно. И здесь есть два таких крупных аспекта. Во-первых, я встречал немало людей, я встречал немало людей, и все они приезжали и задавали часто однотипные вопросы. Были, конечно же, какие-то индивидуальные вопросы. Но я вижу, что они где-то насмотрелись какого-то контента, начали мне, начинают меня спрашивать про, а как быть с насекомыми, с змеями, с тем, с тем. А вот воруют, а с байков, а как ездить, а если упадешь. Я просто понимаю, что вот эта вот вся мифология, которая у них есть в голове, она основана на чем? На таких вот блогерах, как я. То есть, в том числе и меня нет смысла слушать, потому что здесь уже второй аргумент. Остров абсолютно для всех свой. Возвращаясь к первому, вам может показаться то, что то, что показывают в роликах, это имеет отношение к действительности. Но вы поймите, вот я сейчас сел перед вами, снимаю в номере максимально просто, решил не заморачиваться. А кто-то, как у меня есть некоторые ролики, заморачивается и съемки с дрона, и камеры в разных местах красивые. Это же все потом красятся эти видео. Даже если я не крашу видео, я нахожу какой-то удачный ракурс для того, чтобы снять этот ролик с разными локациями. Я же из одной локации мог ехать в пробке, приехать в другую локацию, переждать дождь, поставить камеру, запустить дрон вообще в другой день, когда нормальная погода будет. То есть, так или иначе, все эти ролики, они снимаются в самое удачное время, с самым удачным ракурсом для того, чтобы передать всю красоту этого острова. Но когда я говорю передать всю красоту этого острова, имеется в виду, что передать ее на пике. Да, вот какой-то кадр, потому что реально, когда я приезжаю в Кентамане, это у подножия вулканов, перед вами Батур. Это просто завораживающее зрелище, и это словами не передать. И точно так же мы всегда, блогеры, стараемся на камеру передать что-то вот такое незабываемое. Но когда я сам приехал сюда, первые три дня, когда я жил в Куте, я задавал себе вопрос, а куда я приехал? Где все то, что мне показывали? Где все то, что мне показывал Птушкин и другие блогеры, которые снимали, как сюда переехать? Потому что все было вообще другим. Все было не так, как в ролике, не так, как в инсте. Нету такой лайтовой жизни. Вы можете зайти к кому-нибудь из тех, кто посетил Бали, посмотреть инстаграм. И у меня, кстати, есть еще один канал, там я рассказываю про удаление инстаграма. Если кому-то будет интересного, оставлю ссылочку в описании. И вы поймите, что когда они фотографируются на каких-то местах, очень красивых, у кого-нибудь храма или еще что-нибудь. Но это же такая распиаренная туристическая точка, где... Вот я приведу два примера. Храм, когда такая поверхность отражающая, зеркальная, и храм стоит. Вот чтобы вы понимали, туда ехать часа два с чем-то. Вы покупаете билет и уже едете на специальном транспорте. Вы поднимаетесь, там стоит огромная очередь людей, которые хотят сделать точно такую же фотографию. Но там ничего нету такого красивого, то, что вам показывают. Перед камерой кладут зеркало, фотографируют, и получается та самая фотография с этим храмом. Вы просто поймите, тут так везде. И когда, например, показывают, человек там съездил в Нусапениду, у него классная фоточка. Вот прямо сейчас видите в гугле Нусапенида, вы увидите самую такую самую фотографию. Там такая лестница идет по булыжникам, я это назову. Очень красиво, да, выглядит как тревел-блогер, я гуляю, хайкинг и так далее. Но по факту то же самое. Вы приезжаете под жарой в порт, ждете паром, едете на пароме, вас укачивают, высаживаетесь. Там нету нормального транспорта, он весь разбитый, стоит дорого. Вы добираетесь до этой точки, вы стоите в очереди несколько часов по этой лестнице, чтобы подойти. И что когда вот все стоят сзади, вам никто не мешает, с вами делают снимок. И вот, пожалуйста, у вас уже две классные фотографии в инстаграме про Бали. Но по факту это же не Бали. Бали это как раз таки паромы, Бали это как раз таки жара. Это как раз таки все то, что происходит за пределами этих фотографий. И в этом основная и большая разница того, что вы не сможете никогда составить свое впечатление про остров, посмотря меня или других блогеров и особенно инстаграм-блогеров. Это вообще полностью меняет всю суть и картинку происходящего здесь. А второе, да, к чему я уже хотел подвести, так это то, что остров для всех уникальный. Вот представьте себе, я прожил большую часть в Убуде. Кто-то живет в Ченгу. И мы приедем где-нибудь в России, сядем за один столик. И меня спросят, расскажи про Бали. Я людям расскажу одну историю, а тот, кто прожил в Ченгу, вообще третью историю. И ты послушаешь и скажешь, вы точно на одном острове жили, вы там как-то вообще пересекались, это одно место. Потому что здесь мало того, что зоны климатические очень сильно отличаются, хотя, казалось бы, я помню, когда я хотел приехать на Бали. У меня была мечта, я в телефоне ставил себе погоду, и у меня стояло там все время 28 градусов, 31, я помню, наблюдал. Я думал, о, там одна погода все время. Когда я сюда приехал, она реально одна и та же, 28-31, ну, может быть, там 26 и чуть теплее. Но вы поймите, каждые зоны, которые я сейчас назову, Кута, Семеняк, Ченгу, Букит, Нусадулу, Убут, Амет, Лавина, Кентамани, это все разные климатические зоны с разной растительностью. И даже разница на 2 градуса, но если там будет другая влажность, это вообще по-другому ощущается. Более того, когда вы здесь живете не просто как турист, а когда вы здесь уже живете больше, чем 3-4 месяца, вы наблюдаете очень интересную картину, ваш организм настолько сильно перестраивается под местные условия, что когда вы едете с побережья, откуда-нибудь с Куты, например, в Убут, да вам холодно, вот вам реально, говорю, в толстовки надеваете. Люди приезжают сюда, ну, понятное дело, вы приезжаете из зимы или из нашего понимания лета, вы приезжаете и думаете, как Индонезия в перчатках, представьте себе, водитель байка ездит все время в перчатках, в куртках, и мы все думаем, как это вообще происходит, почему он так делает. Да потому что каждый день на солнце, просто у вас волдыри могут появляться на руках. Я сам сейчас езжу очень часто в толстовке за байком, потому что, ну, я уже не загорю, как раньше. Хотя, если я начинаю жить в Убуде и еду куда-нибудь в Куту или в Букит, реально я начинаю обгорать. Но при этом, если я живу в Буките и возвращаюсь в Убуд, ничего такого не происходит. Но мне холодно, мне базово холодно. И местные здесь ездят в одежде, и вы тоже начнете так делать, потому что вы привыкаете к температуре, у вас меняется терморегуляция. И вот этот вот скачок в 2 градуса и по влажности для вас это то же самое, как за 200 километров где-нибудь в СНГ в другой город приехать. Вроде бы все то же самое, но все все равно уже отличается, да. Чуть севернее, погода будет холоднее, чуть южнее, там уже теплее будет. И здесь происходит точно такая же ситуация. Поэтому Бали для всех разный. И я, например, когда ехал на Бали, я думал, я буду жить исключительно в Чангу. Вот у пляжа, буду ходить на пляж, смотреть на закат, там тусовочки, вот все, что я хочу. Вот я такой человек, по своему вайбу я очень сильно подхожу. И у меня еще до Бали была работа с одной блогершей балийской, которая, кстати, здесь тоже находится. И она говорила, Никита, ты чистый Чангу, вот тебе там нужно жить. И когда я сюда приехал, каково было мое удивление, что я ни дня не прожил в Чангу. Вот поймите меня, ни дня не прожил в Чангу. Каждый раз, когда я туда еду, я думаю, да блин, за что я сделаю? Я не говорю, что какой-то район хуже, какой-то лучше. Просто я осознал, что не мой, не мое. Я не понимаю тех кайфов, которые там есть. Ну, например, живя в Букете, мне было классно. Например, живя в Убуде, я вообще кайфую. И сейчас я вот снова переехал, как пару дней назад, в Убуд. И мне здесь снова очень сильно нравится. Я понял, что те плюсы, которые дает Убуд, я их все время получаю на пассиве. Но то, что дает, например, Чангу, вот в качестве пассивных плюсов, они для меня таковыми не являются. Вот и все. И это говорит о том, что пока вы будете думать, что вы хотите жить так или иначе на острове, когда вы сюда приедете, все может казаться вообще по-другому. Мне люди пишут, Никита, арендуй мне, пожалуйста, жилье. Я хочу жить в Нусадува. Я им арендую жилье. Они говорят, ой, 10 минут до пляжа. Я говорю, ну, ребят, а до какого пляжа? Там вообще-то отели. Если вы хотите жить там, это другой прайс. Я вам снял жилье на долгий срок, 10 минут до отеля, вернее, до пляжа. Это вообще нормально. Вы ходите, садитесь на байк и едете. Ну, Гоу Джек вызовите. Ну, это будет стоить там 1 доллар. То есть вообще у людей сказывается неправильная картинка, куда они едут. Они думают, что они приедут на баунти. Кокосики, пляжи, закаты, коконаты. Но по факту они приезжают и понимают, что купаться здесь толком нам негде. И, кстати, да, здесь нужно знать места для купания. Да, есть и эти пляжи, и меласти, и другие. И можно покупаться и в том же Чунгу. Но по большей части это серф-споты. То есть там больше удобно для серферов. И вот таких очень много нюансов. И у вас никогда не будет правильного понимания, во-первых, какой Бали настоящий. И в данную минуту, например, потому что, когда я снимал ролик год назад, это был ковидный Бали. Я застал это время буквально через 3 дня после этого ролика. Бали открылся. То, что я снимаю сейчас, это вообще другой остров. Убуд сильно поменялся. Теперь это пробки в центре. И об этом я и хочу вам рассказать, что вы не сможете построить реальный образ острова по чужим мнениям и контенту. Но в то же время, когда вы приедете на остров, может так оказаться, что вы найдете что-то вообще уникальное. Есть люди, у меня знакомые, кто уезжают в Амет. То есть оттуда вообще до цивилизации, да, вот в моем понимании, это просто где вообще люди живут, где много эксплатов, надо ехать часами. Кто-то уезжает на север Бали и живет реально в деревнях, когда ни одного белого человека кругом. Тут больше не какие-то российские темы, расистские темы, а больше о том, что реально кругом одни Индонезы. И ты не можешь ни с кем пообщаться, ни на английском, ни уж тем более на русском. И ты можешь так жить, и ты можешь кайфовать от этого. Но при этом, мечтая приехать в Чумбуд, ты приезжаешь и скажешь, да, что я тут делаю, здесь одни пробки, здесь вообще неинтересно. И реально есть такие кейсы, когда люди говорят, о, я буду жить у пляжа, все классно, а потом через месяц ты их встречаешь в Буде, они говорят, не-не, я из Буду никуда не поеду. Хотя здесь ни пляжи, ни закатов, ничего нет, но что-то есть свое очень интересное, классное то, что люди любят и очень сильно ценят. Этот ролик я планировал выпустить завтра, но завтра оказалось 8 марта, я решил его перенести, потому что, ну, кто будет смотреть ролик 8 марта, я все отдыхаю, да и самому бы тоже отдохнуть. И я решил выдвинуться в Кентамане, встал в 5 утра, чтобы успеть на рассвет увидеть все это зрелище. Вы знаете, я специально не буду ставить фоточки, потому что фотки не передают того состояния, которое вы видите, это вообще что-то запредельное. Ну, просто представьте себе, Кентамане – это подножие у вулкана Батуры. Ты сидишь и смотришь, как меняются краски, как появляются первые лучи, которые выходят из соседнего вулкана, и это все начинает освещаться. Это невозможно передать фотографиями. Сколько я не пробовал, то величие, та громадность объекта – это просто что-то запредельное. И я сижу, кайфую, думаю, ну, надо, у меня уже есть турмаршрут, кому интересно, реально могу вас повозить, пишите в личку, есть интересные места. Да, я решил объехать в Атур вокруг, зная там очень классную дорогу. И это опять, это опять было просто потрясающе, потому что ты едешь, ты видишь вообще абсолютно другую балийскую культуру, людей, которые, наверное, никогда даже не поднимались наверх, совсем другой быт, совсем другой уклад. Даже, вы даже подумаете, у них заборы отличаются, из-за того, что они живут об одной же вулкана, заборы из вулканического камня, там другие символы, они вообще, наверное, в другом менталитете. И я его объехал и думаю, блин, хочу поехать вокруг Агунга. Агунг – это самый крупный вулкан здесь, который 3000 метров. И я поехал вокруг него, и это было просто потрясающе. Какие-то горные тропы, серпантины от Батура к Агунгу. Я все спускался, потом поднимался, заезжал в какие-то скрытые рисовые поля. Впород того, что в какой-то момент я приезжаю и понимаю, что я здесь никогда не был, я вообще не знаю, был ли там кто-то. И я уже был там экспонатом для местных, потому что они никогда не видели белых людей. И я еду дальше и понимаю то, что можно, в принципе, подняться на гору соседнюю, и там есть какая-то точка смотровая. Оттуда я смогу видеть Агунг. И я поднимаюсь, тут опять серпантины, горная дорога, байк ревет, поднимаюсь наверх. И там показаны фоточки, где, ну, эти обычные инстафоточки, когда стоит там девушка, например, на фоне вулкана. И как это смотрится? Это вообще смотрится не так, как оно есть на самом деле. Потому что на фоточке вулкан вот такой, девушка такая, вроде красиво. Когда ты сам стоишь перед этим, вот он перед тобой, это что-то огромное. Это вот перед тут, я не знаю, я не знаю, как это передать. Понимаете, это невозможно передать. Это совершенно другое состояние. И когда я говорил о том, что есть инста-бали, да, это все красивые фоточки, а есть бали, все, что до момента этой фоточки. Тот джип, который нас вез в гору, те дороги, которые, те серпантины, по которым мы ехали, байк, который ревет, дождь, который то идет, то не идет, климатические зоны, которые меняются каждые 15 минут. Реально, где-то влажность меньше, выше, дождь идет, не идет, погода больше, ниже. Потом я спускаюсь и начинаю ехать вокруг вот той смотровой вышки. И это, это просто, я не могу вам это описать, потому что я попал в совершенно другой бали, который я не увидел ни у одного блогера. Я спускался, спускался в какую-то супер долину, где кругом супер яркие джунгли. Почему? Потому что они попадают в солнечные лучи, и поэтому глаза не замыливаются от света, и все максимально четко, и все максимально красочное. Потом я еду вдоль Амеда, все побережье. Это опять я увидел одни волны, да, рассказывал, что здесь купаться негде. Да вот он рай, и вот он, где все сноркели, где нету мусора, где белый песок, и ты можешь спокойно сидеть и чилить. Там совершенно другое настроение. И потом я поехал по всему побережью, и поехал по Амеду. Все это было похоже на какие-то норвежские фьорды, только у нас растительность была в виде джунглей, то выше, то ниже, то небо закатное, то видно вдалеке соседние острова. И вы поймите, это все невозможно передать. И вчера я проехал три сотни километров, в восемь часов на байке. Я ехал и видел абсолютно разные места, разные Бали. И я понимаю то, что да куда, куда можно сейчас вообще ехать в другое место. Да, можно поехать в Таиланд, можно в Турцию, можно туда-сюда. Но здесь конкретно на этом острове я могу получить абсолютно все. Я могу найти свою любимую климатическую зону, она будет максимально отличаться. Здесь на Бали даже есть хойные леса, есть олени, есть шишки, есть джунгли, есть пляж, есть кораллы. Здесь есть все, что угодно, да, может быть не настолько крутое, как где-то в каком-то месте мира, но именно как пересидеть, именно как получить уникальный опыт. Ну, Бали это, конечно, что-то абсолютно уникальное. И я вчера еще раз утвердился о том, что да откуда отсюда ехать и что каждый должен здесь побывать, потому что ни одна фотка не передаст того состояния, которое я испытывал, когда за всем эти наблюдал. Ну, реально слезы наворачиваются. Поэтому обращайтесь, покатаемся вместе. Ну и, конечно же, приезжайте, можете воспользоваться каким-то из моих сервисов, который сделает ваш переезд более комфортным. Буду рад вас всех здесь увидеть. Это потрясающее место. И это я на эмоциях решил специально доснять и вставить ролик перед его публикацией. Повторюсь, что я на Бали уже год. И со временем я прошел много разных этапов. Я помню, когда я приехал и вот первые три дня я жил в Куте, в ковидном Куте. Ни одного европейца, вообще никого нету. То есть не с кем. Вот все говорят только на местном языке. Остров официальный еще закрыт. Я еще помню ПЦР-тесты показывал. И только-только отменили карантин и проживание в карантинных отелях. Вот только-только при мне это случилось. Буквально там через два дня, как за два дня, как я приехал. Потом я поехал в Убуд. То есть первые три дня я вообще был в непонимании, что происходит, акклиматизация. Потом в Убуде я уже увидел, о, наконец-то я приехал туда. Вот то, что мне показывали на картинках, что-то вроде бы это похоже, да, круглым джунгли, жилье нормальное. Потом у меня пошло жесткое разочарование, потому что стали спадать розовые очки. И стало приходить понимание, вот то, о чем я вам рассказываю, что Бали это не те картинки блогеров, это вообще другое. Это жизнь, то есть в любом случае это жизнь. Если вы приезжаете как турист за три недели и вы распределяете свой бюджет таким образом, что вы постоянно в каких-то движениях туда-сюда, то да, возможно, что-то похожее у вас будет в плане того, что вы живете в отелях, там туда. Но это вы сразу бюджет выделяете на три недели. Но когда вы приезжаете как экспат, вы понимаете, что здесь другая жизнь, что-то хуже, что-то лучше. Со временем я стал понимать, что большинство вещей, кроме общего вайба, какой-то местной культуры и то, что это другой климат, ну, по сравнению с тем, где я жил, тут все хуже. Но я сейчас рассказываю историю моего начала пребывания на острове и на третий месяц у меня родился ролик «25 минусов в Бали», который принес мне большую часть и подписчиков, и просмотров на канале. И это был максимально искренний ролик. Я никак не хотел хайпануть, хотя в момент создания превью картинки, конечно, я уже понимал, что это может стрельнуть. Но само написание ролика я никак не хотел хайпануть. Вот реально у меня просто это наболело. А вот я готов до сих пор подписаться над каждым этим минусом, который я там обозначил, потому что это здесь есть, это здесь есть. И от этого никуда не деться. И я до сих пор готов говорить. И каждый день говорю, что местные не знают, что такое настоящий вкусный арбуз, что такое дыня нормальная, настоящая, клубника, манго у них только, когда сезон классный. И они вообще в принципе не понимают, что есть, как будто бы не понимают, что есть спелые фрукты, а есть неспелые фрукты. У них вообще другое осознание этих вещей. И они не дешевые здесь, не так, как складывается ощущение, сколько это должно стоить по сравнению с нашими родными краями. Очень много таких нюансов, которые ты просто принимаешь, потому что делать уже нечего. Да, понятно, можно уехать куда-нибудь с севера, там фрукты будут подешевле или еще что-нибудь. Но мы же приехали сюда жить. Мы же не собираемся здесь вставать в 3 часа ночи, ходить на ночные рынки или искать и ездить 10 километров до какого-нибудь бабулечки. У меня просто есть, вот будет такая бабулечка, где я закупаю фрукты и покупать только у нее фрукты, потому что дешевле там в расчете на рубли, там на 50 рублей. То есть, и мы хотим же жить, мы хотим, вот я живу, вот есть магазин, хожу, покупаю. И если мы живем так, то многие вещи, они реально мифы, мифы и стереотипы касаемо вот таких тропических зон. Здесь свои нюансы. И вот в этом ролике 25 минусов я изложил все, что я реально думаю. Готов подписаться на каждом, но, конечно, уже когда общаешься с местными людьми, кто много путешествовал, они говорят, что, ну, да, да, но зачем ты концентрируешься на минусах, начни искать плюсы. И тут начался у меня уже новый этап Бали, да, когда, ну, то есть, нет такого, мне не было возможности на тот момент, вот я пожил, мне не понравилось, я уеду. Я понимал, что скоро и определенные события будут случаться, из-за которых мне точно не стоит возвращаться, и я не прогадал. И вот после третьего месяца я стал концентрировать фокус внимания на плюсах. И да, действительно, я стал все меньше и меньше отвлекаться на минусы, все больше фокусироваться на плюсы, на то, что здесь реально классно, на то, что мне нравится по большей части погода. Да, я иногда скучаю по более холодному климату и по изменчивому климату, но в целом погода здесь, конечно, классная, когда ты каждый день можешь ходить в шортах, в футболке и ничего более, и тапки, и реально вот три вещи, тапки, шорты, футболка и все, больше здесь ничего не надо. И ты к этому привыкаешь, ты привыкаешь к тому, что все лучезарные, все жизнерадостные, особенно местные, с ними так просто, просто приятно, ты выходишь, всем улыбаешься, всеми здороваешься, они все отзывчивые. Вот я начал концентрироваться на таких моментах и Бали мне снова стал нравиться все больше и больше, и причем, я помню, я первый раз поменял Лубут на Буки, и мне там тоже понравилось, потом снова вернулся, снова уехал, я стал понимать, что мне все районы на самом деле могут понравиться. Ты каждый раз приезжаешь в новый район и понимаешь, что это просто для тебя новый экспириенс, и мне интересно попробовать все районы Бали, понять, каково это, потому что, мало того, что зоны климатические разные, там и даже у местных культура отличается, там все начинает отличаться, ты думаешь, что ты реально в другую страну приехал, я хочу узнать, как много здесь мини-стран на этом острове Бали, в Джакарту хочу съездить, вообще понять, что такое за Индонезия, страна, что за столица Джакарта, как там люди живут, и начинаешь больше уже искать свои плюсы и находишь свои плюшки, свои кайфы и в какой-то момент ты понимаешь, что вот, вот здесь мне круто и то, что меня окружает, мне тоже нравится и люди, которые вокруг меня мне нравятся и вот здесь я кайфую максимально классно и я стал понимать, реально стал понимать, почему говорят, что вот остров, он бывает затягивает и из него невозможно у кого-то уехать, недавно встречался со своими друзьями, чайными мастерами из Азальчаи, можете у меня ролик посмотреть с Андреем и они как вот приехали на Бали года три назад, так никуда и не выезжали, а ты просто муж-то в какой-то момент начинаешь задумываться, а куда ехать, ехать-то куда, чтобы уехать куда-то надо билеты взять, поехать, самолеты, там что-то надо делать, да я лучше свою кафешку любимую схожу, мне и так все по кайфу, и реально, и я стал понимать, как люди здесь живут годами, пять, десять, пятнадцать лет, заметил еще интересную особенность из-за того, что я уже здесь живу больше года, это то, что местные стали ко мне чуть, не почтительны, а чуть как-то уважительнее относиться, потому что, когда я говорю, что я на Бали, это началось где-то месяце с седьмого, с восьмого, что я на Бали вот столько, они говорят, о, как долго, ты прям классный, почти местный, я говорю, ну как, кто-то же живет пять лет, десять лет, а потом до меня просто дошло, что, во-первых, да, есть те, кто живет очень долго эти экспаты, но на встречах их не так много, процентов пять, кто живет здесь прям реально годами, я не могу сказать, что я готов стать тем, кто будет здесь жить десять лет, у меня до сих пор еще это все в голове устаканивается, и я стал понимать, почему говорят, что есть те, кто живет по полгода, год, и туристы, я думаю, что, когда как-то мир уляжется, да, опять же, я могу сейчас вообще просто в иллюзиях своих жить, что я буду делать, когда мир уляжется, что я бы, наверное, полгода здесь, полгода там, но я стал понимать, что для местных, вы поймите, они, вот таксисты, понятное дело, туда-сюда ездят, а те, кто живет, вот, например, местным будет, для них поехать в другой город, но это как нам, знаете, из Москвы и в Питер спитать, или вот какие-то вот подобные вещи, то есть для них это реально, они едут в незнакомое место, там другой климат, другие люди, местные, у них другая культура, мне местный убудец рассказывал, что он не любит людей из Ченгу, и рассказывал мне, какие они, и я стал понимать, что я отношусь к экспатам, которые в Ченгу точно так же, потому что я из Убуда, то есть, и они, когда понимают, что ты живешь в их стране, по их правилам, по их менталитету уже более полгода, ну, ты какой-то очень серьезный тип, ты уехал из дома, и живешь вот так с ними, так долго, они себе такого позволить не могут, они соседние острова то не посещают, они соседние деревни то не посещают, не говоря уже про другие страны, у них это вообще что-то немыслимое, заоблачное, и поэтому, да, ты понимаешь, что, ну, формально мы здесь все собрались, те, кто нашел в себе силы, мужественности, ответственности даже взять и просто уехать за тысячи километров от своих родных краев и жить здесь, и это, это на самом деле не всем доступно и не так просто, как кому-то может показаться. И спустя здесь на баре год, я понял, что это многому учит, это реально многому учит, здесь ты уже просто так отсюда не уедешь, просто так сюда не вернешься, понятное дело, что есть люди, кто бывает ездит в Россию на три дня, на недельку, но в любом случае остров, он обладает каким-то своеобразным вайбом и этот шлейф в голове, я об этом тоже рассуждал в одних из роликов своих предыдущих, этот шлейф, он остается с тобой. Точно так же, как я вижу, как приезжают люди из СНГ, и вот они приезжают, естественно, из-за происходящих событий, на суете, и вот они прям, а вот у них это есть, а вот ты чувствуешь вот эту суету, и точно так же, когда я вернусь обратно, я буду понимать, что за мной будет этот шлейф какой-то размеренной жизни на релаксе, здесь реально релакс, здесь полный нейтралитет, никаких вопросов никто ни с кем не решает, никаких, нет понятия санкций, нет понятия вражды какой-то, здесь полный нейтралитет, и все друг с другом дружат, и, честно говоря, немножечко выскажусь на эту тему, я не понимаю, я не понимаю, как здесь вообще кто-то может с кем-то враждовать, потому что мы все здесь в равных условиях, мы все покинули свои дома, кто-то по нужде, кто-то по несогласию, кто-то просто, не важно, мы все здесь в равных условиях, потому что мы хотим жить вместе, где не только вот изначально нейтралитет, а чтобы создавать здесь этот нейтралитет, понимаю, что в первую очередь мы здесь все люди, и вот я интересно перешел к этой теме, что здесь концентрация людей на Бали, она, несмотря на то, что у нас может быть русскоязычных экспатов 1150, я не знаю точно статистику, не смотрел, но предполагаю, предполагаю, но даже если 100 тысяч, но эти 100 тысяч, они вообще другие, можно жить в Питере, в Москве, в Сочи, в Калининграде, вот, наверное, даже интересно сравнить Калининград, потому что сам Калининград область очень сильно похожа на Бали, я прожил там два года, похожа тем, что она ощущается как остров, у тебя нету связи никакой с материком, ты не можешь выходить за ее пределы, только самолет, только водный транспорт, и есть пляжи, и такой полукурортный город, в общем, очень сильно похоже на Калининград, и в Калининграде на 500 тысяч русскоговорящих, и в самом городе на 300 тысяч человек, реально каких-то тусовок по интересам, ты когда начинаешь их искать, ты понимаешь, что там может быть ну 20 человек, ну 30 человек, возьмем даже те же джемы, барабаны, джембы, когда люди сидят, играют музыку, какие-то практики интересные, банально даже медитировать все вместе, еще что-то, какие-то просто люди, которые развиваются, например, в духовном направлении, если в Калининграде таких, я бы сказал, всего 50 человек, и всех друга знают, ну может быть там максимум 2-3 тусовки, и то они очень сильно пересекаются, то здесь целый город убуд, целый город убуд, и ты начинаешь понимать, что ну концентрация людей по интересам гораздо выше, если ты хочешь какую-то движевую тусовку, предпринимателю, это пожалуйста, Ченгу, Парк Ю, вот приходи, каждый встречный, даже хотел сказать, каждый встречный такой, да здесь на самом деле все такие, потому что если человек приехал за 10 тысяч километров сюда, и может здесь жить долгое время, или просто сюда вырвался на 2 недели или на пару месяцев, да здесь все такие, и здесь концентрация людей, именно, мы здесь не завода, не в обиду тем, кто сидит на заводах, просто так или иначе чувствуется, конечно, отличие IT-сектора, предпринимателей, людей, путешественников, все равно они отличаются, отличаются менталитетом и по многим другим параметрам и своими интересами, и вот здесь концентрация таких людей гораздо выше, реально, или предприниматель, или продюсер, какой-нибудь запускатор, айтишник, какой-нибудь психолог и так далее, пожалуйста, вот мы все здесь собрались, мы все создаем это интересное комьюнити, взаимоподдерживающее, взаимодополняющее, и вот мы здесь все находимся, вот так я ощущаю вообще остров, и в то же время да, про категорию людей, местных обожаю местных, да, убутские местные отличаются от других местных, но они все максимально приветливые люди, с которыми можно договориться, и одно из первых правил, о котором я говорю людям, которые приезжают на остров, ни с кем нельзя конфликтовать, ни в коем случае, и был у меня один клиент, который не послушал это правило, и потом пришлось разгребать, но если мы это забудем, все максимально приветливо, все можно решить, и люди очень классные, туристы вообще не воспринимаются, да, они есть, туристы удивляются, насколько много здесь русскоговорящих, и я недавно разговаривал с одной, она говорит, тут кафешки русские, хозяева русские, меню русское, речь русская на улице, это вообще русские города какие-то, реально люди иностранцы так ощущают, но в целом их ты не замечаешь, они как опять же не принижая людей, я просто говорю про ощущения, они как декорации, то есть я могу прийти в кафешку, с кем-то встретиться, и вот все иностранцы вокруг просто воспринимаются как декорации, все иностранцы, которые ходят на экскурсии, в центрах, качают экономику местную, они воспринимаются просто как какая-то местная движуха, с которой ты не контактируешь, ну и конечно экспаты, да, я про них уже много что рассказал, по сути три категории людей, с которыми ты классно взаимодействуешь, и тут что-то сразу начал говорить про людей, и вспомнил, что многие, если вы бежите от чего-то, и хотите сюда приехать, вы от этого не убежите, то есть есть такие люди, которые приезжали сюда, что якобы они хотят жить в той стране, в которой они родились, а по факту нету, если вы с таким настроением приезжаете, вы не найдете что-то лучше, лучше может быть только у вас внутри, и остров этому учит, потому что если ты приехал с напрягом, будут напряги, а если ты приехал на релаксе, и с любовью к родине, и ты это место тоже полюбишь, то у тебя тоже все будет на релаксе, и я хочу, чтобы у вас тоже слез миф, что ваши страны, если вы хотите, переехать на экспаты, или вообще посмотреть, как живут в других местах, что ваши страны самые проблемные, потому что и местные тоже пьют, но не так, конечно, как у нас даже в образе есть, но они пьют, просто мы не тусим с ними на праздниках, мы не знаем, как сильно они могут напиваться, но вроде бы полегче, самые пьющие это австралийцы и буяниющие, вот это вообще трэш, вообще на самом деле местные русскоговорящие, они одни из самых спокойных, на самом деле, конечно, есть большая разница, опять же, те, кто едут в Убуд, например, отдохнуть даже на месяцок, они отличаются от тех туристов русскоговорящих, кто едет в Чангу, там они могут и подвыпить, и матом ругаться, и многие другие вещи, понятное дело, всему-всему рознь, но сам момент этот, что вы приезжаете в такую же страну с такими же проблемами и коррупцией, и нежеланием связываться с полицией, и какими-то местными обычаями, и бандюгами, которых я лично не встречал, но мне показалось, я с ними взаимодействовал, когда я рассказывал вам про клиента, но вот прям с ним, естественно, не общался, и здесь куча своих проблем, и то же самое, есть место, едешь, и там мусором пахнет, и меня вот последний клиент спросил, что здесь вообще, как мусор вывозится, я говорю, никак, свалка, свалка, целая гора мусора, который, как свалка, который уже не справляется, которого воняет на целые районы, и построили недавно завод мусороперерабатывающий, построили с нарушениями, и там нарушения столько, что его чуть ли не переделывать нужно, это еще полгода, все как везде, поймите, все как везде, и во всех странах происходит абсолютно то же самое, то есть вы попадаете в такую же страну со своими проблемами, со своими людьми, которые хотят сделать все чуточку лучше, но вы не приедете в какое-то райское место, рай может быть только у вас в голове, когда здесь больше людей, которые чувствуют себя действительно счастливыми, потому что здесь больше доступных кайфов, таких как океан, таких как закаты, погода каждый день теплая, здесь больше таких кайфов, но по большей части, если бы люди здесь каждый день ездили на работу куда-то там через 3 часа в пробках, они бы сказали, да, мне в принципе и в Москве нормально в пробках было, здесь так получается, что большая часть людей удаленщики, либо живут рядом с местом своей работы и для них вот переезды между городами, но это реально просто либо в гости, либо потусить, и только этим, может быть, здесь гораздо больше людей, которые находят свои кайфы, а в остальном такая же жизнь, как везде, также судебная система коррумпирована, также есть проблемы, а мы же здесь еще и даже не свои, мы же здесь вообще пришлые, буле, по-моему, их называют, мы, если я выпадаю в аварию, просто вы поймите, я всегда буду виноват, и вы всегда будете виноваты, только из-за того, что вы приехали на остров, потому что, если бы вы не приехали на остров, не было бы аварии, такая логика местных, вы здесь вообще ничего не можете сделать, я недавно попал в ситуацию, и я понимаю, что у меня не виза нормальный, да, у меня не китос, и, кстати, если вам нужны визы, пожалуйста, обращайтесь, у меня документов нет на байк с моим именем, мне много чего нету, и если реально, вот он начал мне грозить, что приедет полиция, он ее вызовет, но я вижу, что он ее не вызывает, а все почему, да потому что они сами боятся с ними связываться и понимают, что он сам просидит в отделении несколько часов, он сам там будет выбивать из меня хоть какие-то деньги на починку машины и тому подобное, и поэтому, знаете, как все разрубилось, приехала скорая, вышел фельдшер, я думаю, ну все, сейчас там мне насчитают на медицине огромное количество денег, кстати, медицина, ну реально, тут была ситуация, когда человек попал в кому, один день, что-то обходился, что-то и там не 60 миллионов в день, не помню точно, но довольно, довольно большая внушительная сумма оказалась, и я думаю, не-не-не, я скажу, что у меня все окей, никуда ни с кем не поеду, потом мне там насчитают чек на несколько тысяч долларов за то, что вообще скорая приехала, а фельдшер просто отвел водителя меня, сел и говорит, давайте ментов вызывать не будем, никому это не надо, давайте как-то здесь на месте порешаем, я говорю, конечно, сколько, сколько, и все, и все, вопрос решился просто вопросом сколько, и естественная передача этого конвертика с ответом на сколько, все, и вот так здесь все живем, так здесь все живем, на вопрос, как долго все отвечают, неизвестно, посмотрим, но живем, живем дружно, развиваемся, ощущения реально потрясающие, и особенно, если вы никогда не ездили в другую страну, а даже если ездили, но у вас есть какие-то убеждения про Бали, то Бали это то место, которое позволит вам взглянуть на весь мир, вот реально на весь мир, здесь люди со всего мира, и ты начинаешь понимать, что вот мы, мы земляне, мы вот все человечество, вот это, знаете, вот здесь Крым, и типа вот такая там территория, но вот едешь туда отдыхать, а это Крым для всего мира, реально для всего мира, я узнал интересную новость, о том, что австралийцы настолько любят остров Бали, я вам сейчас говорю реальные вещи, что у них сначала показывают новости, и погоду на Бали, что вообще происходит, а потом про саму Австралию, и они относятся к Бали, как к своему месту, и они рассказывают сказки о том, что когда-то это была Австралия, но она откололась, и вот теперь это отдельный остров, и они, вы просто поймите, здесь весь мир сидит, здесь весь мир сидит, можно пообщаться с кем угодно, и ты понимаешь, насколько мы все одновременно и отличаемся друг от друга, но одновременно мы все люди, все люди абсолютно одинаковые люди, с одинаковыми проблемами, с одинаковыми желаниями, и даже вот тема сертификатов, а кто-то из местных делал, а кто-то не делал, кто-то делал чуть по-другому, чем изначально предлагалось, у всех реально абсолютно разные взгляды, кто-то может поддержать ту сторону, кто-то ту сторону, а кто-то говорит, да я не хочу даже ввязываться, это все в провиски бизнесменов, реально, все мы здесь абсолютно одинаковые, и это был интересный, интересный, потрясающий год на Бали, и как я уже рассказывал, погода, потрясающий год на Бали, ко многому привыкаешь, со многим учишься жить, самое главное, самое-то главное, здесь ты почему-то учишься жить самим собой, и очень много вот этих интересных мистификаций острова, о том, что здесь желания исполняются, я могу вам сказать точно, что остров делает вас счастливым, по крайней мере, побуждает вас к тому, не важно, как он это делает, реально мистика какая-то, или просто вы оказываетесь в таких условиях, что если вы этого не сделаете, вы долго здесь не протянете, он сделает вас счастливым, реально, о чем думаете, то и происходит, реально могут исполняться желания, и самое главное, он вас учит тому, что это происходит везде, везде, то есть остров, как у меня был ролик про то, что остров это личный психолог, поддерживают до сих пор, все так и происходит, и потрясающий опыт, потрясающий опыт можно получить с другими людьми, очень много интересных вещей здесь есть, практик, направлений всего чего угодно, и приезжают сюда кто угодно, и встретить можно кого угодно, и приведу один пример, когда там на встрече предпринимателей одна женщина сказала, вот я хочу собирать встречи со звездами, с предпринимателями, и все деньги выручены отправлять на благотворительность, и ей отвечают, это не та идея, это не для этого острова, здесь можно в кафешку прийти, и перед тобой будет сидеть блогер 2 миллиона, певец, предприниматель, миллиардер, и все в одной кафешке за одним столом, и к любому можно подойти, ну и все, а еще остров это глобально уравнилого, уравнилого, поэтому-то и можно здесь подойти ко всему, потому что да все здесь одинаково живут, здесь какой-нибудь Порш будет смотреться неуместно, потому что вы будете просто в пробках стоять, какой-нибудь Харлей здесь тоже будет смотреться неуместно, потому что толку от него, и остров реально большое, уравнилого, когда ты можешь жить вроде бы на Вилле за 5 тысяч, а вроде бы вот я лично живу в Гэсте в центре у Будда, в максимально тихом месте, пешком до ресторанов, ну, за 500 долларов, и я понимаю, что до меня вообще, вот я видел очень много Виллы, и у меня есть ролики на канале про Виллы за 6 тысяч, там, за 4, да, ребята, ну, понятное дело, что хочется попробовать и разный прайс, и в том числе, но сказать, чтобы это прям супер сильно тебя здесь выделяет по комфорту и уровню жизни, я не могу, ну, у тебя будет телек стоять там, не знаю, 60 дюймов, я вообще, например, его не смотрю, и этого большой уравнилого, и мы все здесь на равных, мы все здесь единицы, и каждый может другу быть полезен, вот об этом остров, остров, который учит тебя жить и понимать самого себя. На этом, пожалуй, все, не знаю, будет ли ролик про 2 года жизни, про 10 лет жизни, но ролик про саму жизнь на Бали, я, наверное, точно еще раз сниму по какому-нибудь сценарию, и будет интересно даже себя послушать спустя разное время моего здесь пребывания. Теремокаси. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok